Никаких коллекторов, никаких разрисованных дверей, угроз и звонков по ночам. В последнее время очень большое распространение получила схема интернет-мошенничества. Возвращение кредита чуть ли не на следующий день после того, как вы заключили такой наговор. Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и партнеры. Сегодня мы поговорим о черных кредиторах. Ни для кого не секрет, что граждане Российской Федерации излишне закредитованы конкретно потребительскими кредитами на малую сумму на срок не более года. И сегодня я расскажу, как отличить тех, кто имеет право их выдавать, от мошенников. Если верить статистике, то в прошлом, в 2018 году, Центробанк выявил около 3000 так называемых нелегальных черных кредиторов. По сравнению с 2017 годом, больше в полтора раза сумма выданных кредитов черными кредиторами увеличилась на 15% по сравнению с 2017 годом и приблизилась к страшной цифре 115 миллиардов рублей. Вот столько не хватает нашим гражданам, не хватало в 2018 году для того, чтобы сводить банально концы с концами. Конечно, это очень плохой звонок для экономики. Но тем не менее, вдумайтесь, насколько наши граждане а. доверчивы и б. в стесненных обстоятельствах, что вынуждены свои повседневные нужды брать денег в кредит, отпуск, покупка техники, даже какие-то операции, зубы сделать. Это, конечно же, говорит о том, что покупательская способность наших граждан падает. Это, конечно же, говорит о том, что государство занимается попустительством для такого рода мошенничества. И, конечно же, увы, говорит о том, что экономика наша переживает не лучшие времена. Но я вам сегодня расскажу, как отличить мошенников от тех, кто действительно может выдавать потребительские кредиты. Кто может действительно выдавать, а кто нет потребительские кредиты. В Российской Федерации всего лишь четыре организации, которые имеют право выдавать потребительские кредиты. Это сами банки, при условии, что у них есть лицензия на выдачу потребительских кредитов. Это микрофинансовые организации, которые зарегистрированы в реестре, он вывешен на сайте Центрального банка и еще являются членами саморегулируемой организации. Это кредитные потребительские кооперативы, которые также должны состоять в саморегулируемой организации. И ломбарды. Итого четыре организации. Где проверить информацию о том, действительно ли тот или иной банк, та или иная микрофинансовая организация имеет право выдавать потребительские кредиты. На сайте Центробанка и также на сайте fincult.info. В соответствии с действующим законодательством микрофинансовая организация, которая выдает потребительский кредит не более чем на один год, не может ставить процентную ставку больше одного процента в день. Мы зачастую сталкиваемся с тем, что у черных кредиторов и 500 процентов за год набегает, и 700. Внимание! Один процент в день. Кроме того, общий объем по сумме штрафов, пеней за просрочку платежа, также законодательно регулируется в размере не более двух займов. А с 2020 года предполагается, что это будет полтора размера займов. Внимание! Это закон! Если у вас какие-либо другие цифры получаются, это мошенники. Не задумываясь, идите в правоохранительные органы. Учтите, что легальная микрофинансовая организация никогда не прибегнет к услугам коллекторов. Они будут действовать в соответствии с тем алгоритмом, который прописан в законе. Вам будет прислана претензия в случае вашей просрочки, а в последующем они обратятся в суд. Никаких коллекторов, никаких разрисованных дверей, угроз и звонков по ночам. Тема коллекторов заслуживает отдельного внимания, и я сниму об этом видео. Если вы еще не подписались, подписывайтесь, будет очень полезно. Участились в случае мошенничества с выдачей потребительских кредитов? Как можно это обнаружить? Внимательно читайте те бумаги, которые вам дают. Зачастую у черных кредиторов нет срока возврата кредитов. Осознанно. Это значит, что они могут вам предъявить на вполне легальных основаниях возвращение кредита чуть ли не на следующий день после того, как вы заключили такой наговор. Кроме того, ваши данные персональные, включая паспортные данные, вы им тоже доверяете. Если вы обращаетесь к нелегальным кредиторам, к черным кредиторам, вполне возможно, что в последующем на ваши паспортные данные могут взять какой-то кредит или оформить поручительство. Что для вас выльется в не очень приятную историю. В последнее время очень большое распространение получила схема интернет-мошенничества. Когда да, организация, микрофинансовая организация зарегистрирована, у нее все хорошо, есть сайт и принимает она заявки через сайт. Интернет-мошенники делают клоны этого сайта. Очень-очень похожие. Отличаются только телефоны и, естественно, условия. Это настолько большой проблемой стало, что Яндекс теперь для тех микрофинансовых организаций, которые состоят в реестре, ввел специальный значок. Если вы не видите в поисковой строке у этой организации такого значка, это мошенники. Имейте это в виду. Если вы берете потребительский кредит у легальной организации, они вам совершенно спокойно дадут до пяти дней для того, чтобы вы ознакомились с договором. Нелегальные кредиторы будут настаивать на подписании здесь и сейчас. Мало того, сейчас договор о потребительском займе оформляется таким образом, что в правом верхнем углу первого листа в рамке выведена вся сумма займа со всеми процентами. Это очень важно. Есть одна очень хорошая новость. Начиная с 2019 года черные кредиторы лишены права взыскивания долгов через суд. Но для этого нужно обязательно будет в суде доказать, что это те самые черные кредиторы. Если вы попали в такую ситуацию, обращайтесь немедленно в правоохранительные органы, пишите электронное письмо на сайте Центрального банка. А если к вам приходят уже черные коллекторы, то обращайтесь в службу судебных приставов. Все это должно быть запротоколировано, все ваши обращения. И именно с этим вы потом пойдете в суд и докажете, что данное исковое заявление от черных кредиторов не подлежит рассмотрению. Подписывайтесь на всякий случай. С вами был Корни Фонтан.